Ребенок до сих пор боится дяди с ружьем. В металлургическом районе мужчина чуть не застрелил своего соседа. У него дома в этот момент находились двое детей и супруга. Малыши теперь боятся выходить на улицу. Что толкнуло 51-летнего южноуральца взяться за оружие в сюжете Татьяны Лавровой. Теперь 30-летний житель поселка Аэропорт-2 Роман Миронов выходит из дома только с газовым баллончиком. Ведь буквально на днях его чуть не застрелил сосед. Все произошло вечером. Роман, говорит, вместе с другом доделывали забор, когда к ним подошел сосед. Он поздоровался, а после схватил ружье и нацелился на Романа. После чего прозвучала фраза такого толка «Живыми отсюда не уйдете». Со мной был мой друг, который помогал мне этот забор делать. Он мне помог убежать, отогнул немножко лист, дал мне свободу. После чего я побежал и произвучал выстрел. Прямо над моей головой было слышно и ощущался звук летящих снарядов. Роман Миронов вызвал полицию, ведь больше всего он беспокоился о двух детях, которые все это слышали и были дома. У меня в этот момент как раз жена хотела выходить на улицу вечером с ребенком погулять. У меня ребенок одному год, другому четыре дочери. Старшая дочь, у четыре года, она после этого травму пережила. Она, грубо говоря, всю ночь не спала. Она говорила, спрашивала, дядя с ружьем придет или не придет. Я ей отвечаю, нет, не придет. Через несколько минут на место прибыли служители закона. 51-летнего подозреваемого удалось задержать. Правда, с трудом. По данным Следственного комитета, он успел разбить кирпичом лобовое стекло машины сотрудников полиции. А когда его удалось посадить в служебный автомобиль, он головой ударил служителя закона. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области предъявлено обвинение 51-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и покушения в убийстве, статьи 318, частью 1. Только вот по словам Романа Миронова, теперь ему начал угрожать брат задержанного. Мужчина планирует вновь обратиться к правоохранителям и теперь носит с собой газовый баллончик для самообороны. Он мне угрожал. Прямо угрожал таким толком. Я тебя лично убивать буду. Из-за того, что произошло? Да, после чего он меня ударил ногой. Как рассказывают местные жители, конфликт с подозреваемым почти у всех сельчан. Известно, что у него двое детей и супруга. В этот раз ему, видимо, не понравился забор, поэтому он взял ружье. На данный момент мужчина находится в СИЗО.